Казахстан ужесточил миграционные нормы для россиян. Вступила в силу отмена визарана, схемы при которой можно было пересекать границу один раз в три месяца и возвращаться, тем самым обновляя срок пребывания в стране. После объявления в Российской Федерации мобилизации в Казахстан уехало более 400 тысяч россиян. Что с ними будет? Что предшествовало этому решению? Ведь опираясь на статистику, приезд россиян благоприятно повлиял на рост экономики Казахстана. Или это не так? Говорим об этом дальше, а также о параллельном импорте. Как Россия не замечает дефицитов товаров, благодаря в том числе Казахстану? К нам подключается политолог Димаш Альжанов. Димаш, здравствуйте. Доброе утро. Начнем с последнего. По российским законам параллельный импорт легален. А как с этим обстоят дела, собственно, в законодательстве Казахстана? Ну, вы знаете, Казахстан является частью евразийско-экономического сообщества, союза точнее. И в этом отношении этот серый параллельный импорт, он достаточно хорошо процветает. То есть товары, которые возятся и пошлино оплачиваются при пересечении границы Казахстана, не имеют в дальнейшем серьезных практически препятствий для того, чтобы попасть на рынок в России. Исключением, конечно, являются те товары, которые попали под санкции, товары двойного назначения и которые могут использоваться для создания военной техники и оружия в России. Тем не менее, те продукты, которые, в частности, электроника, бытовая химия или продукция компаний, которые ушли с российского рынка, они попадают в Россию через Казахстан сейчас. Ужесточение миграционных норм для россиян в Казахстане, как-то это повлияет на этот параллельный импорт? Нет, это совершенно отдельная история. В начале сюжета вы сказали от 400 тысяч, а сейчас в Казахстане осталось более 100 тысяч. Остальная часть россиян уехала в другие страны, используя Казахстан как транзитную страну. Мы должны посмотреть на этот эффект, потому что, если вы помните, в свое время, по-моему, и в Украине была возможность для граждан СНГ открыть юридическое лицо или фирму и уплачивать небольшие налоги и остаться в стране. То есть так легализоваться. Вот сейчас такая возможность есть для россиян. И, по сути, решение правительства Казахстана о ужесточении миграционных правил, его можно будет обойти при определенных инвестициях. А скажите, а вот это ужесточение миграционного режима для россиян с чем связано? Я думаю, в какой-то степени она также откликается с потребностями Путина в ресурсе мобилизации и той риторикой, которая была в последнее время относительно попытки вернуть россиян, которые зарабатывают по факту в России, но уже проживают в соседних странах. С другой стороны, здесь тоже есть рациональное зерно для правительства Казахстана, для того, чтобы легализовать или принудить к регистрации этих граждан и получать с них налоги. Слушайте, ну вот вы говорите о том, что Путину нужны люди для мобилизации. Ну согласитесь, логика странноватая в таком случае, потому что мобилизовывать тех, кто убегал от мобилизации, ну какие из них вояки? Ну сейчас то, что происходит, и тот ресурс, который собрал крема для предыдущего наступления, он отчасти был и основан на людях, которые не желали идти на фронт. То есть это не исключительно добровольцы. Конечно, если возможно, есть экономическая сторона того, чтобы вернуть часть людей, которые работают, зарабатывают в России, должна, по логике, еще и тратить деньги в России, а не в соседнем Казахстане. Димаш, давайте вот расскажем подробнее, как теперь будет выглядеть этот визовый режим для россиян, которые хотят приехать в Казахстан временно или там остаться жить на какое-то время. Если вдаваться в детали, насколько мне известно, в Казахстане достаточно благоприятный налоговый режим. То есть если вы открываете юридическое лицо или ИП, то вы можете заниматься своей деятельностью, сами себя нанять в качестве директора, работника, уплачивать небольшой налог. И это поможет вам в дальнейшем уже приобрести вот иной статус. То есть прийти регистрацию, регистрацию и получить доступ ко всем остальным сервисам, которые предоставляет регистрация. Скажите, а вам известно о том, как на решение об отмене визорана отреагировали сами россияне, которые приехали в Казахстан? Конечно, здесь идет дискуссия. То есть те россияне, которые уже известны в Казахстане и ведут дискуссию в социальных сетях, этот вопрос широко обсуждался. То есть от возможности поиска каких-то коррупционных схем до более понятного плана действия, да, эта дискуссия идет. Сейчас нам сложно сказать, и я вам не могу называть цифры, эффект, который имеется на данный момент. То есть прошло слишком мало времени. Я думаю, по истечении нескольких месяцев можно было сделать заключение, насколько эта мера была эффективной, как в отношении регистрации новых компаний и предприятий, к примеру, так и в отношении снижения количества россиян, пребывающих в Казахстане. Вы сказали, что есть поиск коррупционных схем. Какие есть варианты? Мне сложно сказать. Просто Казахстан все еще остается стороной с высоким уровнем коррупции. И особенно это касается сервиса, который предоставляется государством или определенных процедур, связанных с регистрацией, с лицензированием. То есть и здесь, естественно, может процветать уже своя ниша, своя почта для роста коррупции, предоставление какого-либо сервиса для людей, которые будут заинтересованы этот вопрос решить с пребыванием в стране. Не важно знать. Мне кажется, насколько мне известно, упрощенные процедуры, они не имеют аналогов, связанных с золотой визой, как это было в Великобритании. Но в нашем случае, к примеру, есть примеры богатых россиян, которые стали гражданами Казахстана. И один из них, он сейчас владеет достаточно большой финансовой компанией здесь, и господин Туров, и от недавности стал гражданином Казахстана. Но такие примеры единичны. То есть целенаправленные политики для того, чтобы привлечь богатых россиян через возможность, через их финансы и продать им, по сути, гражданство, такой политики не ведется. То есть Казахстан в этом отношении никогда не преследовал и не развивал эту часть своей внешней политики для того, чтобы привлекать больше инвестиций. То есть для этого и не было базы, по сути, и причин. Сейчас я не думаю, что есть серьезный поворот в эту сторону. То есть мы видим отдельный изолированный случай, но нет некой целенаправленной политики в этой области. Когда в сентябре в России началась мобилизация, когда россияне массово бежали, в том числе и в Казахстан, то, что мы видели в информационном пространстве, в соцсетях, реакция жителей Казахстана была разной, в том числе и негативной. О том, что сейчас очень много приехало, россияне снимают жилье, прорываются на какие-то рабочие рынки. Как сейчас реагируют жители Казахстана на то, что у россиян уменьшилось количество, и вот в частности и на отмену виза РАНа? Какая реакция у жителей Казахстана? В целом, если учесть все еще существующую поляризацию и то информационное пространство, которое по большей части доминирует противостояние российских и украинских медиа, то в этом отношении, конечно, казахстанское общество тоже подвержено этой информационной войне. И неудивительно, что отдельная часть общества приветствует подобные ограничения и всячески желает того, чтобы россияне покинули Казахстан. Вместе с этим есть достаточно значительная часть людей, которые, скажем так, относятся к этому без особой поляризации, не имеют чего-то такого мнения и достаточно толерантны к тому, что россияне пребывают в Казахстане. Вот примерно эти полюса сейчас и представлены. Говорить о том, что на данный момент россияне сильно повлияли, помимо рынка арендного жилья, на рынок труда, еще не приходится. Возможно, если после введения этих ограничений они в большей степени будут заинтересованы поиском работы и легализации здесь, то, возможно, мы почувствуем этот эффект. Но, еще раз скажу, надо дождаться. То есть сейчас сложно делать какую-либо оценку. Димаш, приведу такой частный пример. Моя коллега-телевизионщица два года назад была приглашена на один из продакшенов Казахстана креативным продюсером на одно большое талант-шоу. Она до этого никогда в Казахстане не была и по возвращению делилась своими впечатлениями. Она говорит, безусловно, речь сейчас идет только конкретно об этом продакшене. И она говорит, что вот я была удивлена тому, с каким пиететом работники телевидения, того телеканала конкретно, для которого этот продакшен делал талант-шоу, относятся к, скажем так, к россиянам, которые задействованы в производстве на этом телеканале, либо к каким-то приглашенным звездам, селебрити российским. Скажите, война России против Украины. Во-первых, был и есть ли такой пиетет в других сферах в Казахстане к россиянам? И изменила ли как-то война России против Украины это отношение? Ну, смотрите, что касается медиа, видите, в основном они не свободные медиа. Особенно если это каналы, которые получают непосредственно государственное финансирование, то удивительно, что там могут присутствовать специалисты с России. И в целом менеджмент этих каналов может быть ориентирован на отдельных специалистов из России. Ну, и пытаться копировать их контент, который уже имел успех, ну, в какой-то степени попытаться на рынок привнести то же самое. Ну, и с учетом, конечно, опыта самих россиян. Проблема в том, что рынок сам не развивался в Казахстане. Страна не свободная. Поэтому вот эти все искажения, в том числе и на медиарынке, в том числе и в других сферах экономики, они дают о себе знать. И когда рынок не развит здесь, или та или иная сфера, то, конечно, ориентирование на специалистов, которые имеют больше опыта, и в том числе и из Украины, он как бы может отражать тот пример, как вы уже сказали. Что касается в целом изменений. Конечно, изменения идут. И это сегодня политический вопрос. Потому что засилие российской пропаганды в информационном представительстве Казахстана очень сильно раздражает. Более того, сейчас в преддверии выборов политический режим, администрация президента использует отдельных известных российских личностей для популяризации режима, для того, чтобы изменить его имидж. Например, последний пример – это Екатерина Шульман, которая приглашалась для улучшения имиджа президента Тукаева перед президентскими выборами, и вот сейчас перед парламентскими выборами. Также было много сделано заявлений. То есть в этом отношении общество, отдельные эксперты, люди, связанные с политикой, они понимают, насколько российский фактор является раздражителем. Есть статистика о том, что экономика Казахстана выросла по сравнению с позапрошлым годом на 3,1%, а согласно прогнозам в 2023 году вырастет еще на 3,5%. Связано ли это с приездом россиян в сентябре, октябре, ну или вообще с чем связан такой рост казахской экономики? Конечно, здесь надо ориентироваться на статистику. Я не думаю, что приезд тысяч россиян может как раз-таки повлиять на эти 3-3,5% роста. По всей видимости, скорее всего, речь идет о росте цены на нефть и возможности Казахстана все-таки продолжать транспортировку казахстанской нефти на европейский рынок. Но еще раз скажу, здесь надо обратиться к статистике детально. Приезд россиян мог подстегнуть спрос на потребление внутри страны, и то в отдельных городах, потому что в основном эти люди осели в Астане и в Алма-Ате, насколько их доля сильно повлияла, это надо отдельно и детально разбирать статистику. Но я бы не связывал общий рост экономики именно исключительно с прибытием россиян в Казахстан. Понятно. Спасибо большое, Димаш. С нами был Димаш Альжанов, политолог. Мы с ним поговорили об ужесточении миграционного режима в Казахстане для россиян.